Итак, Влад, что мы сегодня с тобой будем делать? Мы сегодня сделаем с тобой новогодний макияж, да? Будут красные блестки, будут красные и бордовые, чтобы градиент был красивый. Так, расскажи мне, пожалуйста, как сделать так, чтобы на ютубе было 100 тысяч подписчиков, как у тебя? Теперь я буду использовать палетку с блестками, с глиттером, можно так сказать. Ты деньги вкладываешь в продвижение? Нельзя быть как общая масса, нужно что-то придумать, карьера. Ой, я тоже так ответила. Здрасте, Накрасьте, меня зовут Анна Кравченко и вы на моем канале. Сегодня у меня очень приятная девушка, очень крутой блогер и человек, которому есть что рассказать вам, это Влада Гармаш. Приветики. Привет, Анна. Привет. Итак, Влад, что мы сегодня с тобой будем делать? Мы сегодня сделаем с тобой новогодний макияж, предновогоднее настроение. Я хочу от тебя что-то такое экстравагантное, хорошо, необычное, потому что мне обычно приходят, тут и красят, все красиво, мне нужно необычно. И ты уже с тоном, да? Да. С накрашенными бровями, точно так же, как и я, то есть мы красим только глаза. Хорошо? Тогда поехали. Поехали. Расскажи мне, что ты будешь делать и чем ты будешь делать? Я наклею вот такой вот необычный. В общем, это обычный канцелярский скотч, так можно сказать, который для блокнотиков, и я его наклею вот сюда и буду тушевать. Так, в общем, удобно очень сильно. То есть это вместо обычного скотча, ну, чтобы прям новогоднего. Да, чтобы красиво было. Красиво. Это чисто блогерская тема, да? Ну, это красиво, оно не очень сильно как бы прицепляется, то есть не оттягивает потом кожу, я это не отрываю там с тональным. И так просто удобно, у меня потом красивая такая линия, стрелка, которую я не рисую, но она как бы образовывается. Так, запомнили лайфхак? Готово и красиво. Уже новогодний макияж. Все, уже ничего не надо. Стрелки я готова. Какие средства будешь использовать сегодня? Я буду использовать несколько палеток, но основной цвет будет красный, и будут красные блестки, будут красные и бордовые, чтобы градиент был красивый. Такое прямо. А что это у тебя за палетра такая красивая? Ой, это у меня Анастазия Карли Бейбл. Вот эта вот женщина, это вот женщина Карли Бейбл. Это женщина, которая в принципе познакомила меня с тем, что в принципе существует макияж, ну вот вообще существует косметика. Это блогерша на канале, это коллаборация бренда с блогером. Она на ютубе уже лет восемь, она нереально красивая, невероятно талантливая, и вот это ее коллаборация, и я просто мечтала об этой палетке. Ух ты, я тоже начну краситься, и мы начнем с тобой общаться. Я наношу сейчас базу под тени, раз мы будем делать с тобой креативно, ты красная, а я сделаю синий. Отлично, отлично. Это что у тебя такое? А я в качестве базы буду использовать Huda Beauty, это два средства, матовая и глянцевая, ну глянцевая, с шиммером, и я использую как базу. И это вообще помада, да? Нет, это же, это кремовые тени. А, кремовые тени. Да, и я решила взять самый базовый такой оттенок, и вообще не прогадала, потому что именно блестки здесь такие красивые, мокрые. Ну расскажи, ты раньше занималась активно ютубом, потом ушла? Да, на год ушла, меня ровно нету год на ютубе. Почему? Что случилось? Ой, я устала. Затолбала, да? Я устала, это очень сложно, когда ты один все делаешь, и у тебя нет команды, один монтируешь, один снимаешь, у тебя должны быть дедлайны, а еще человек творческий, а на ютубе нужно быть с дисциплиной. Дисциплина у меня сложная, потому что я человек творческий, сегодня хочу, завтра не хочу. Дисциплина это в смысле постоянно выставлять? Да, то есть иметь график, время, чтобы люди ждали, как сериал твои выпуски. Я таки устала, и такая думаю, ладно, уйду, и я занималась очень активно инстаграмом. Инстаграм у меня очень сильно подтянулся, плюс я определилась четко с тематикой, кем я хочу быть, потому что до этого я была и лайфстайлер, и путешественник, и что я так и не делала. Я делала все, я на ютубе с 2015 года. Боже. Просто, я не супер динозавр, но я типа динозаврик. Да, я помню, как мы познакомились с Владом, заочно, была конференция, где менеджер блогеров рассказывал про самых успешных блогеров, и там было видео с тобой. Что? Причем это была огромная конференция, у нас было где-то полторы тысячи человек для собственников, именно бизнеса. Да. И вот, и про тебя рассказывали, ты еще была с длинными волосами, и я еще думаю, блин, какая красивая девочка, она нужна. И вот видите, как вселенная потом в итоге притянула. Обалдеть. Да, у меня были длинные волосы, я отрезала полметра, и челка у меня была. Причем для рекламы чего-то ты снимала, Синделориаль, Нилориаль, ну что-то вот какое-то невероятное. Да, они были единственные пока, с кем я работала на то время. То есть достаточно, на мой взгляд, это был уже, о, популярный блогер, если работают серьезные бренды, то есть ты со многими брендами серьезными работала. Да, сегодня, на сегодняшний момент я работаю с многими брендами, с которыми у меня есть непосредственно контракты, потому что не всегда PR-рассылки обозначают работу с брендами, а вот как раз такие контракты, все серьезно, подписываешь. То есть они тебе платят как зарплату, да? Нет, они приходят, они приходят, например, с каким-то определенным продуктом, например, запуском чего-то нового, и вот на этот продукт нужна коллаборация. Например, там это или маски, или какая-нибудь губная помада, или еще что-нибудь. Так быстро красишься? Я пока говорю. Нет, нет, ты обрел, я подожду. Значит, у них есть продукт, они готовят целую рекламную кампанию, чтобы зайти в массы. Через блогеров, через рекламу на телевидении, и они приходят к тебе с брифом, с конкретным как бы пакетом того, чего они хотят получить. И все, и если вы как бы сходитесь, формат тебе подходит, все, ты подписываешь документы, и дальше в течение какого-то определенного времени ты делаешь продукт. Конфект. Да, потом они должны это все одобрить, и все, потом это выходит на платформу уже, либо YouTube, либо Instagram. А я взяла сейчас консивер от Sephora, и выстраиваю он в форму. Реально очень удобно, потому что он у вас идеально втушевывается, и не нужно там думать о том, что, ой, нанесла много, либо мало, вы можете всегда растушевать. Этот бренд для меня является просто открытием, это дико бюджетный бренд. Чей, не знаю, он. Надо посмотреть, ну, я имею в виду, да. Это что у тебя за панитра? Это еще до сих пор вот этот вот самый бордовый, и немножечко я разбавляю вот такой неоновой палеткой, этот вот красный чуть-чуть разбавляю. А я возьму сейчас Кристиан Лабутен, тинт, он просто красивая упаковка. Он на самом деле достаточно сложный, то есть его тушевать непросто, поэтому я оставила консивер себе и буду втушевывать его прямо в консивер. Он такой темно-синий-серого цвета, забыла палитру, поэтому все буду делать на руке. Так, расскажи мне, пожалуйста, как сделать так, чтобы на ютубе было 100 тысяч подписчиков, как у тебя? Что нужно делать? Как нужно хайповать? В моем случае это долгий упорный труд, к этому я шла. А вообще нужно снимать тренды какие-нибудь классные. Сейчас очень классно заходят реакции, вот реакции на что угодно. Вот один из, как сказать, один из популярных сейчас штук, когда блогер ходит в салоны, снимает какой-то трэш-макияж. И вот теперь появилась новая стезя, когда другой блогер делает реакцию на то, как другой блогер пошел в этот салон. Реальная идея. Это вот вы можете снять. Это да, как раз к нам приходили. Следующее, это мы снимем мою реакцию на реакцию вот этого блогера, это реальная тема. Ты деньги вкладываешь в продвижение? Инстаграм, Ютуба? Да, в Инстаграм вкладываю. Единственное, хотелось бы больше вкладывать. Каждый пост продвигаешь? А, нет. Я зачастую продвигаю видео, вот. А посты, посты я особо не продвигаю, то есть фото-посты не продвигаю. То есть, видите, сколько ты вкладываешь в один видосик приблизительно? Где-то 25 долларов, ведь так. На сутки я ставлю буквально, чтобы там максимум получил результат. Чтобы сразу зашлось, да? Вот, а что еще? Но сейчас надо вкладывать в рекламу у коллег, то есть покупать рекламу рекомендаций. Теперь я буду использовать палетку с блестками, с глиттером, можно так сказать. Так, я беру черный карандаш Элан и добавлю темноты. То есть у меня уже есть подвижная века, у меня есть неподвижная, и теперь сделаю глубину. Если мы будем говорить, вот ты еще делала маски, да? Да, у меня есть три маски в инстаграме, но все они с пластикой, то есть с увеличением губ, с увеличением глазок, и уже даже я лично ими не пользуюсь. Потому что в теории инстаграм их должен запретить, потому что это вызывает конфликт у молодых людей. Какая-то, что у тебя за палетра? Ну-ка, покажи. У меня тут все по чуть-чуть, все по чуть-чуть. Это вот Revolution, тоже матовый. Чем он славится, этот бренд? Он делает копии легендарной палетки и даже не стесняется, ставит рефилы в точно такой же порядке. Ну, в том числе, в такой же порядке. Так, я взяла карандаш Вайкон, мне очень нравится прикаяло. И дальше закрепила свои тени, ну так, чтобы у нас было весело, задорно. Кэт Ван Ди. Ой, да, она круто. Да, именно бело-голубой такой цвет. Это вообще какой-то волшебный хайлайтер, который меняет цвет под воду. Да, везде все. Что больше ценит, на твой взгляд, смотритель видео? Трушность? Вот реально трушное видео. Либо качество? Ой, я топлю за качество. Надо снимать класс. Надо снимать на камеру. Так, а я рисую стрелочку, точнее, не прям стрелку, я просто как бы окрашу слизистую и немножко выйду на подвижное, потому что ресницы, если они на толстой такой черной основе, то это прям будет очень сильно видно, и поэтому я проведу, и тогда оно гармонично все соединится. Так, а я возьму сейчас пигмент, клепач, чуть-чуть возьму на палец. И так, чтобы уже совсем был здравствуй, праздник, Новый год. А ну-ка, возьму-ка, я вот попробую эти тени. Пожалуйста. Как раз черный цвет. Я открою тайну. Влада у нас отучилась на макияж в Академии. Ты мне расскажи, тебе это помогло? Вообще, как ты считаешь, профессиональному блогеру стоит учиться макияжу, либо это все-таки вот то, что от души? Да, да, безусловно, нужно. То есть это такой, вот 2019 год в моей жизни, да, отметился вот пластом обучения здесь. Это факт. Что это у тебя за пудра? Худо? Нет, это у меня фэнти бьюти. Фэнти бьюти. Очень мне нравится. Вот худо, худо. Дай три совета начинающим блогерам. Вот что нужно для того, чтобы успешно начать свою карьеру? Начать непосредственно с энтузиазма сильного, вот такого вдохновения, такого чистого, вот и работать. То есть не ориентироваться так, когда же первые там бабки, когда же там то. Второе, это стараться каждый раз, каждое видео лучше, лучше, лучше. Работай, да. Ищи, находи, видеоуроки бесплатные в интернете, есть очень много массовой информации. И третье, будь по-своему уникален. То есть ищи в себе то, что... Ищи те направления, в которых другие не думают. Думай, думай, думай. Нельзя быть как общая масса, нужно что-то придумать. Сейчас у нас будет будет вопрос, выбираешь только один вариант. Хорошо? Fashion или beauty? Beauty. Красите или красится? Красится. Самообучение или курсы визажа? Курсы визажа. Нюдовый или яркий макияж? Яркий. Люксовая или бюджетная косметика? Люксовая. Что нравится больше, создавать фото или снимать видео? Видео. Блог это работа или хобби? Работа. Общение с подписчиками онлайн, либо на личных встречах? Онлайн. В повседневной жизни нюдовый или яркий макияж? Нюдово-яркий. Спокойная размеренная жизнь или движение в бешеном ритме? Движение в бешеном ритме. Карьера или семья? Карьера. Ой, я тоже так ответила. Но потом, я когда набегаюсь, я вернусь к семье. К семье, к спокойно размеренной жизни. Да, к нюдовому макияжу. К макияжу, ближе к 60. Так, ну что, мы закончили. Ваша задача обязательно написать в комментариях, чей макияж вам понравился больше всего. Обязательно смотрите этот выпуск и снимайте в сториз самые интересные моменты. И отмечайте нас, а мы будем репостить к себе в сториз. Всем пока.